всем привет с вами юля и вы находитесь на канале вышивки крестом ну вот декабрь месяц стремительно идет к своему завершению а вместе с собой уносит и 2020 год нас приближает к новому году надеемся он будет более благосклонен ко всем нам и конечно же по итогу года мы все подводим наши итоги и составляем планы на следующий год это уже такая традиция интересная и кстати очень очень полезная ну и я вчера сделай и тоже перебирала свои наборчики как это приятно заглянуть к себе в рукодельный магазин и посмотреть вспомнить о наборах о запасах выбрать что-то конечно выбрать что-то это очень очень сложно и я долго думала как же мне составить мои планы потому что есть и начатые работы но я понимаю что мне нужно нужно и хочется начать начать еще несколько наборчиков но вот видите у меня здесь такая коробочка собралась тут несколько наборчиков здесь много наборчиков но я подумала так я очень очень давно мечтаю и хочу начать некоторые из этих наборов точнее все эти наборы и я решила их поставить в эту коробку это моя волшебная коробка где хранятся мои планы и в течение года по возможности я заглядываю в эту коробку и выбираю что-то из отложенных процессов в этом году коробочка значительно опустела конечно не все вышелось естественно но я придерживалась моих планов и решила тоже в этом году устроить себе примерно такие же планы у меня есть эта коробка с таким вот ассорти мы сейчас посмотрим что из новенького будет начинаться но во второй части этого видео я конечно покажу те процессы которые уже начаты и я буду с ними работать и так коробка уходит немножко вот так в сторону чтобы нам было удобно и мы меняем ракурс и так хочу показать вам во первых те процессы которые будут начинаться уже буквально совсем скоро либо в конце месяца либо уже в январе во первых у меня будут стартовать две миробилии так как моя красавица невеста уже на стадии завершения осталось мне уже совсем чуть-чуть я покажу вам готовый результат и я занялась подбором к новым миробилием во первых у меня здесь нет оригинальных схем поэтому я буду вставлять вам картинку вставляю картинку здесь у нас вот такая рождественская миробилия название и код я тоже вставлю вот я на нее очень долго поглядывала посматривала нам не нравится схема давно у меня скачано а вот вот у меня схема крисмас в общем название это нора corbett md24 вот ну и здесь у меня распечатан ключ и начало схемы для того чтобы конечно же укомплектовать ее и подобрать ниточки как оказалось креник и и бисер я уже буду заказывать намного позже так как эти дизайны вышиваются не так-то быстро то к их завершению я успею заказать бисер вот поэтому на этом этапе это не проблема сейчас главное собрать нитки вот начнем начнем все по порядку а то мне как-то сумбурно так все началось так это у меня будет дизайн моя миробилия md24 здесь у нас идет по ключу по ключу идет у нас ткань 32 аккаунта мистери blue blue line у меня такой ткани не оказалось но у меня есть вот такой вот красивый цвет я покупала его для для какого-то дизайна от и но вот как-то не собралась и ткань очень красиво оригинальная и когда многим дизайна подходит я постоянно на нее поглядывала хотела ее включить в работу в разных дизайнах но все как-то откладывала потому что отрез большой и эти ткани они не дешевые это пермин 28 каунт размер 50 на 70 сантиметров цвет здесь не написан ну вот номер цвета только стоит отличие есть по каунту потому что здесь у нас 32 а у меня получается 28 каунт но я посчитала моя миробилия будет чуточку побольше но это принципе допустимый размер она не гигантская получится так мы все я не смогу вам открыть смогу но не поместится все равно в кадр хотела просто показать вам оттенок может быть вот так с белым листочком цвет очень интересный он немножко бирюзовый даже не знаю как объяснить этот оттенок мне кажется камера не очень его передает он очень деликатный и интересный этот цвет я буду вышивать именно на этой ткани мне будет получается больше большая большой размер 40 где-то на 50 по моему получится у меня размер на 28 каунте на этой основе и вот я стала уже подбирать ниточки к сожалению ниточки у меня не все цвета и есть большая проблема сейчас нитками потому что у нас же карантин и у нас все магазины закрыты и скорее всего нас не откроют на выходные на праздники скорее всего нас не откроют и январе я поэтому я не знаю как когда я смогу докупить ниток но я посмотрела что на начало работы мне необходимые цвета есть я сейчас вам выкладываю ниточки чтобы вы посмотрели как смотрятся эти цвета на этой основе мне кажется просто шикарно просто шикарно посмотрите великолепно вот 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 такая красота вот такая красота эту мировилю я буду начинать сразу как только закончу мою невесту вот я сразу ее начну на начало схемы на первые вот два листа здесь тоже видите много работы у меня есть эти цвета но как только откроются магазины и дадут нам окей я конечно докуплю все необходимые цвета кстати в моей миробилии невесте там тоже не хватает сейчас одного цвета так неудачно и я его не нашла в своих запасах вроде бы столько ниток а вот начнешь собирать какой-то дизайн и всегда чего-то не хватает вот такая красавица у меня будет вышиваться следующая миробилия это md8 я уже вам ее показывала я покупала комплектацию комплектацию ткани бисерк этой миробилии в прошлом году но так и не смогла ее начать но в этом году обязательно будет старт тоже вставляю картинку это называется у нас дремяр мечтательница здесь такая же история схема у меня есть распечатанная основа есть по ключу все как положено 50 на 80 сантиметров большой отрез и очень красивая основа красивый цвет такой горчичный вот знаете я на эту миробилию обратила внимание может быть даже больше из-за основы ткани из-за ее цвета ну конечно сама красавица очень интересная здесь немного идет из украшений она недорогая по комплектации не такая как невеста где очень дорогая комплектация и всего лишь два пакетика бисера ниточек конечно много но и здесь у меня та же история не всех цветов у меня хватило всем не распечатанная с fm я распечатала себе вот так в черно-белом варианте все очень хорошо видно понятно буду вышивать здесь я отметил цвета ниточек которых мне не хватает на самом деле немного в основном все у меня нашлось но тоже жду магазина мне нужно докупить и укомплектовать эти две два дизайна этот цвет вообще мало я его тоже отметила что мне его нужно купить нужно будет кстати еще проверить каких цветов нужно будет по два а то я на этот момент не обратила внимание и вот в моей невесте ну понятно белого ушло там больше двух мотков но если другие цвета которых тоже много в общем-то нужно было я не предусмотрела вот нужно сразу укомплектовать вот такая красавица у меня тоже будет начинаться ну может быть ближе к весне не знаю но в любом случае старт обязательно будет потому что то что у меня начинается в любом случае как-то продвигается вышивается если я не начну так она и будет у меня лежать и я буду о ней думать мечтать и и движение не будет кстати решила организовывать миробилие в ниточке в коробочках вот такие у меня есть коробочки и иглы буду парковать прям сюда потому что вот органайзеры по типу пак и другие органайзеры они конечно классно но так как у меня эти дизайны вышиваются не каждый день не очень активно неудобно хранить знаете вот эти ниточки путаются а так я буду брать отматывать нитку и остаток парковать в бобинку это конечно более медленный процесс но для тех работ которые вышиваются вот так неактивно это удобно ниточки сохраняются на бобинках иголочки все в коробочке очень удобно будет я так тоже организовывала раньше процессы в принципе вот для таких процессов это удобно вот так почти готова миробилия ой какая здесь основа прям невозможно оторваться срочно срочно нужно приступать так миробилия дальше то что я буду начинать сегодня то что я буду начинать сегодня вот я вам показывала из моих недавних покупок и говорила что когда-то в декабре в какой-то день я обязательно начну вчера был день святого спиридона тремифутского праздник его и поэтому сегодня я буду делать старт я вчера работала и не смогла сделать у меня и семинар был и работала в общем уставший ужас и поэтому буду начинать сегодня этот дизайн следующее видео которое я сниму будет именно о данном обзор на набор ну и конечно же возможно сделаю первые мои стежки здесь что-то начну вышивать и покажу как идет процесс это у нас образа в каменях икона здесь очень богатая комплектация настоящие камни используются различные бусины бисер ну в общем интересный будет дизайн следующее видео ждите о о данном наборе так идем дальше 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 ну вот попадается здесь уже под руку вот такой у меня есть набор дух волка дизайн dimensions это у нас сборка клубок желаний уже знакомая мне и думаю вам фирма я часто вышиваю их сборки они собирают наборы по схемам dimensions ну не только у них там и буцила еще и другие есть дизайны редкие делают перенабор в пм подбирают цвета из трех палитр поэтому максимально приближенный получается итог ну я вышивала в принципе мне все нравится о данной красавицы мечтаю уже очень очень давно этот набор кстати мне подарили девочки из клубка желаний ну вот знаете хотела его начать потом в жизни разные какие-то ситуации случаются и откладывается вот поэтому я решила тоже вот в ближайшее будущее может быть немножко праздники пройдут сделаю себе какой-нибудь месяц стартов обязательно ее начну я думаю она будет вышиваться так же вкусная и интересная как и магнолия размер данной работы 28 на 36 см вышивается на аиде 14 каунта бежевого цвета здесь у нас обработанные края у аиды цветная схема схема обычно тоже здесь очень удобная ну и ниточки понятно разобранные на органайзеров вот такая здесь комплектация я уже делала обзор поэтому он у меня скрыт этот наборчик вот очень люблю аиду вот такого цвета кофейного поэтому тоже с огромным удовольствием буду ее вышивать мне здесь очень нравится вот это одеяло красное как оно классно проработано ну вообще сюжет этот очень-очень классный поэтому поэтому скоро тоже будет старт идем дальше несколько лет назад купила набор фирмы панно живая картина вышивка гладью чтобы попробовать гладью купила и вот тоже лежит в моих запасах и подумала дизайн небольшой здесь у нас размер 17 на 11 сантиметров неполная зашивка 18 цветов используется и в принципе не сложный будет дизайн почему лежит нужно срочно взять и попробовать его вышить крестик так затягивает и всегда хочется продвинуть ту или иную работу чтобы поскорее увидеть какой-то результат и вот какие-то мечты все лежат и никак не могут осуществиться поэтому этому дизайну обязательно быть я думаю что я разберусь потому что это дизайн для новичков специально разработан от фирмы пана чтобы те кому интересно гладь могли научиться вот такую свиристель такого классного зимнего птица нужно срочно вышивать посмотрите какая красота супер здесь все показано инструкция подробно в общем будет в этом году в следующем году у меня что-то новенькое гладь и дальше идем дальше также в этом году у меня была сделана вот такая покупка буцилла у меня очень мало наборов от буциллы и на данный набор я долго смотрела раритетный дорогой но мне нравится тема индейцев здесь интересная разработка девушка красивая ну в общем я как лиса вокруг того сыра ходила 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 и не удержалась приобрела этот набор и ну раз я уж так себя порадовала покупкой можно уже порадовать и отшивом здесь у нас ниточки не разобраны это у нас Dimensions буцилла старенькая поэтому здесь нужно будет постараться разобрать нитки я надеюсь муж поможет основа здесь равномерочка на линда по моему похоже на линду вот такого серо-молочного цвета очень приятный такой оттенок любые такие цвета ну и дизайн просто великолепный размер так размер сейчас смотрю так двадцать восьмой каут у нас здесь основы так почему я не вижу а 30 на 40 немаленькая работа 30 на 40 вот бэкстич здесь квадратный ну справимся ой очень красивый дизайн прям прям очень уже хочу начать дальше приготовила я себе несколько цветочных дизайнов потому что цветы я давно не вышивала ой где еще цветы ага нашла покажу по порядку во первых приготовила вот такой набор это у нас робу блин вышивается на сетке гобеленовой у меня нет еще опыта вышивки на гобеленовой сетке и вот мне хотелось бы попробовать покупал этот набор прихвата он был по скидке здесь у нас размер 15 на 20 сантиметров 26 цветов вот такая вот корзиночка будет вышиваться вот вот так ниточки и вот такая вот сетка уже с разметкой мне очень хочется в этом году порадовать себя тоже вот такой работой попробовать что получится понравится мне вышивать на гобеленовой сетке не понравится нужно будет почитать инструкцию вот вот я себе запланировала наборчик дальше цветочная тема еще вот такой не знаю справлюсь я или нет чтобы его начать но я его как вариант в свою коробочку помещаю если силы мои будут позволять я его начну вот такой замечательный набор чудесная игла ласковый май прекрасный дизайн здесь у нас почти полная зашивка полная зашивка вот а я хотела его уже было менять на основу на равномерку но раз полная зашивка буду вышивать все как в наборе размер вот 32 на 32 сантиметра количество цветов 38 да много цветов ну и вот такой замечательный букет весенний я думаю вот на как раз весной как раз весной будет очень здорово начать этот дизайн здесь мы видим только схему с обратной стороны а и до 14 каунта там это тоже у меня подарок поэтому тоже очень хочется его повышевать еще цветочки и еще подарок от Оли Олечка мне в прошлом году дарила и вот я никак не сподобилась но думаю в двадцать первом году справлюсь почему этот дизайн обязательно хочется мне начать вышивать здесь у нас основа мурана я на мурана еще ни разу ничего не вышивала и мне очень интересно познакомиться с этой основой размер работы небольшой 12 на 18 сантиметров поэтому я думаю что я прям могу справиться с данным дизайном интересная разработка тоже весенний такой букет яркие цветы такие яркие нежные ну такой очень интересная разработка даже не знаю как правильно нужно описывать данный сюжет ну в общем тоже будет вышиваться дальше что еще у меня здесь из наборчика вот еще покажу тоже Оля дарила и он мне пришелся прям очень сильно по душе это у нас наборчик фирмы вырвака яркие птицы называется размер работы 23 на 29 сантиметров вот такой дизайн какая красота тоже я очень люблю птичек вот эти клетки птички цветочки обожаю и здесь у нас аиды 14 каунта вот такие яркие нитки схема черная белая понятная есть еще металлик вижу внутри классный набор и в моих запасах я нашла вот такую основу она прям в тон совпадает с аидой но знаете что я не посмотрела какой каунт основы я вижу это мелкая основа скорее всего нужно будет либо вышивать через три нити переплетения а мне тогда ее не хватит да небольшой отрез немножко я не обратила на это внимание тоже был такой порыв думаю дай-ка поищу основу в общем обязательно мне хочется высшить этот дизайн но единственное что я вот смотрю мне наверное здесь промашка с основой нужно будет что-то другое подбирать из желтого у меня больше ничего нет из основ у меня есть большой отрез белая основа 14 каунта от обель хор где можно будет покрасить вот такой тоже момент вот этот цветочек классно подходит в общем я буду считать если через три нити переплетения будет помещаться и это будет красиво то возможно оставлю эту основу лен и буду вышивать через три нити переплетения как вы думаете можно так делать ну в общем какой красивый дизайн посмотрите ой-ой-ой еще раз нитки бери и начинай но терпение мой друг как говорится терпение всему свое время дальше что осталось из больших наборов ну вот положила еще вот такой дизайн небольшой наборчик давно тоже мечтаю вышить этих птичек и все вот как-то руки не доходят кстати тоже подарок вот моей рукотельной фее размер работы 18 на 10 сантиметров это джанлин птицы по сезонам люблю тоже такие дизайны сезонные птичек вообще очень люблю здесь у нас аида наборе а я ее уже отсюда вытащила да я ее уже отсюда вытащила потому что смотрела искала другую основу ну тогда я искала линду а так как у меня уже появилась большой отрез огромный я купила себе этой основы беленькая от обельхорн я думаю она сюда отлично подойдет будет нежно будет очень так не знаю выделяться будут эти все домики на этой основе птичьи домики птички ну мне кажется будет очень очень колоритно красиво замечательный дизайн вот такие здесь ниточки пучок схемка в общем тоже надеюсь я справлюсь дизайн сам небольшой его можно разбить на 4 сезона вышивать по сезону может быть так и сделать взять и начать сейчас зимний нужно подумать нужно подумать может в январе начну потому что сейчас в декабре я хочу немножко подвести хвосты подсобрать дальше дальше у меня панна я недавно показывала вам видео о моих вышитых и неоформленных работах там у меня из этой серии серии стихии подушки вышитые две огонь и воздух ну нужно вышить воду и землю вот эти две красавицы дамочки я надеюсь вы их увидели как они здесь спрятались в этих дизайнах яркие тоже красивые вышиваются эти дизайны очень легко как я и говорила поэтому вот на 21 год я их обязательно буду вышивать в этом году я тоже ставила их себе в планы но руки не дошли поэтому следующий год я не знаю прям вот спать не буду мы буду их вышивать размер напомню 32 и 5 на 32 и 5 сантиметра по ниткам здесь практически ничего не видно вот так чуть-чуть потому что там стенки а здесь а я уже тут открывала что-то тут подбор может делала кому-то да здесь вот видны у нас ниточки вышивать буду на аиде ничего не буду менять все как в наборе вот такие два набора какая красота из больших наборов тут все теперь начнутся малыши потому что малыши тоже то есть а я их не вышиваю а тоже хочется вот эти два красавчика две птички должны у меня как-то вышиться я их хотела вышивать на вот этой основе где у нас здесь тут миробиля вот эта основа прикладывала уже было а вот так я сейчас сделаю извините извините вот ниточки уже прикладывала как они будут красиво смотреться на этой основе но потом все таки знаете пожалела ее честно скажу пожалела такой отрез большой пожалею для серьезной работы но я думаю что я тоже смогу взять какой-нибудь кусочек равномерки может чем-то подкрасить и вышить их на равномерки не хочу на аиде хочу вышить именно на равномерки и сделать на рукодельный свой уголок как это называется такой органайзер на вешалочке как бы карманчики вот так с птичками и в эти карманчики чтобы можно было вставлять разные какие-нибудь небольшие предметы аиде на этой идее я не буду вышивать обязательно это будет равномерка просто пока еще вот руки не дошли вот такие два красавца вот птицы дальше вот тоже вот этого вот лунного эльфа тут вышивать тоже нечего все знаете он теряется как-то у меня в этой коробке и я никак не приступлю вышивать здесь всего-то несколько дней поэтому может быть в январе прям возьму да и вышью его лунный эльф размер 10 на 15 сантиметров но не полная зашивка дизайнер антоновой валерии по мотивам рисунка джеймс браун со встав набора входит малины финка свайгард здесь равномерка вот и есть там декоративные элементы вот неокрафт такой вот эльфик хорошенький дальше тоже юля захотела попробовать милхилл и когда стала выбирать милхилл вместо того чтобы выбрать на перфорированной бумаге я купила на основе потому что мне понравился сюжет а раз понравился значит значит вот такая тематика здесь у нас луна и солнце любовь под луной жизнь под солнцем вот такая тема интересная фантазийная загадочная есть у меня еще и центральный сюжет видите здесь половинка дерева и вот здесь половинка дерева центральный сюжет у меня есть там дерево написано grow рост тоже так вот как триптихи я их покупала ну вот все лежат лежат размеры не небольшие 12 на 17 сантиметров вот там тоже и креник и бисер есть нужно вышивать я вставлю себе в планы и буду надеяться что я справлюсь дальше так 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 есть у меня еще вот такая штучка от риолис бисероплетения никогда не пробовала плести бисером это тоже подарок от рукодельной феи и я думаю что в это в следующем году обязательно тоже нужно выполнить эту работу обычно такие дизайны я смотрю девочек выполняются быстро не нужно много тратить времени но вот как-то я не соврала силами думаю что вот в следующем году обязательно я это сделаю вот такой красивый декор должен получиться так еще из недавних покупок которые я прям сразу порывалась начать вышивать и не начала это мои бескорнюшки от риолис как я их люблю вот такая замечательная бескорнюра свет новинка мне прям девочки писали начинаю ее начинать скоро скоро знаете в этом месяце у меня очень много работы и еще ни одного выходного не было я хочу дошить хотя бы миробилию подтянуть какие-то хвосты чтобы уже в следующем году можно было поначинать уже с более с чистой совести вот зигугу тоже красивая но не простая вещь испытание для рукодельниц вышивка через одно нить переплетения но хочу себе устроить это испытание потому что очень красивая штучка нежная вот молодцы риолис прям делали такую красоту ну и это из стареньких дизайнов но тоже очень красиво без корню не помню как называется есть название сейчас не вижу здесь такие оттенки как передать их вот сейчас хорошо видно оттенки здесь очень близкие тоже говорят не просто вышиваются но справимся справимся и бисер есть по моему металлик есть есть металлик да есть металлик бисер здесь все комплектации все комплектации и эти без корню вышиваются на равномерке по моему все да вот это то что касается новых начинаний но у меня же есть еще и уже начатые процессы поэтому посмотрим что из начатого будет обязательно вышиваться и завершаться и перейдем ко второй части здесь я вам покажу мои вышивки которые уже находятся в процессе они на каком-то этапе начаты и они будут вышиваться либо завершаться потому что конечно объем большой что-то возможно не завершится но то что будет в любом случае как-то продвигаться в 2021 году и во-первых вам показываю Dimensions африканские львы над данной вышивкой я сейчас работаю поэтому она у меня ну помятая простите уж за мятость только-только сняла со станочка с маленького вот как они были в пяльцах здесь я сейчас вышиваю фон его много поэтому процесс легкий когда я не могу вышивать что-то сложное уставшая я вышиваю фон здесь все очень просто ниточка идет либо в полукрест в две ниточки либо в одну ниточку и такие большие участки вышиваются я себе их отмечаю и как говорится вышиваю вышиваю вот за пару вечеров у меня здесь вышелся достаточно такой большой участок переставила пяльцы иду дальше вышивать вот хотелось бы ее и в этом году завершить но все-таки нет наверное я сейчас смотрю большой объем не смогу у меня там миробилия сложная поэтому в следующем году январь февраль я думаю я с ней уже быстренько справлюсь главное что процесс идет все нравится поэтому это вот такой претендент очень хороший претендент на финиш в ближайшие месяцы нового года следующая работа которую я нашла в своих процессах уже даже немножко про нее и забыла но вот сейчас найдя этот дизайн я даже постараюсь завершить его и в этом году если у меня сложится и будут ну как рождественские выходные то я думаю что буду стараться завершать если не завершу в этом году то в следующем 100% это дизайн это гувернер вот такая монограмма с красивым таким украшением из цветов вышивается на дне я уже не помню какой он здесь соответствует по-моему 14 каунту вот мое начало вот такие красивые розочки и здесь у меня очень красивый магнитик про который я тоже совершенно забыла и знаете дизайн маленький но непростой потому что схема сложная очень много похожих значков используется вот у меня начало уже положено вот я снизу начала вышивать часть роз приготовила после миробилии возьму и вот этот процесс повышиваем натяну на станочек чтобы было удобно я думаю что тоже в начале первых месяцев следующего года я смогу завершить этот процесс нужно будет обязательно его выполнить и сделать подушку итак идем дальше а здесь у меня реолис поцелуй вышивка шерстью уж долго у меня этот процесс в задумках в начатышах нужно в следующем году обязательно завершать и оформлять потому что материнская любовь у меня уже вышита давно поэтому нужно их вместе уже оформить и должны они уже украшать мой дом сколько можно только мечтать здесь положено начало около процентов наверное 20 я так сейчас думаю посмотрю на картинку около 25 процентов может быть у меня вышита сам процесс легкий очень приятный вот просто как-то захотелось мне сменить и я переключилась на другие дизайны но обязательно его буду вышивать я вам сейчас показываю то что будет прям вот обязательно у меня вышиваться идти в планах на завершение как уже будет складываться ротация это уже другой вопрос по настроению но я буду обязательно себе ставить цели и задачи что вот эти дизайны они должны быть прям вышиты то что первые мои коробки коробки я вам показывал может быть я что-то начну но не завершу но это будет какой-то старт какой-то прогресс а это вот прям сто процентов будет и ты на завершение еще раз покажу картинку очень мне нравится разработка уриолиса молодцы ну и получается вот так вот ярко и очень интерьерно мы прям с вами так очень быстренько пробегаемся по всем моим процессом начатым потому что ну я о каждом рассказывала и сделали обзоры все подробно было показано рассказано сейчас я уже быстренько так пробегаясь показывала просто картинку и на каком этапе у меня находится каждый дизайн вот gold коллекция мать земля прекрасный очень интересный дизайн от фирмы dimensions вышиваю сейчас в флеш-мобе Оксаны Дерезы мы вышиваем мир и этот процесс он у меня заколдованный у меня здесь все какие-то сложности вроде бы и нет ничего сложного но какие-то сложности постоянно происходят с этим дизайном покажу сейчас то что у меня вышито вот так сейчас выглядит работа есть какой-то старт но пока еще очень-очень маленькое пятнышко вышито буквально вот здесь внизу я вышиваю совсем чуть-чуть ни бэкстича еще нет ничего так просто наброски скажем так штрихи вся работа мне предстоит в следующем году и я планирую ее за год вышить потихоньку буду брать по чуть-чуть я думаю что Оксана сейчас продлит этот флеш-моб очень интересная тема и конечно же два месяца это было очень мало нужно пять-шесть месяцев чтобы мы повышевали я думаю что я организую за пять-шесть месяцев смогу вышить эту красивую работу вот такой у меня еще есть дизайн здесь кстати размер работы будет у нас 41 на 28 сантиметров такая не маленькая работа вот так вот открою вам основу видите большая работа вот поэтому нужно мне с ней как-то подружиться нам настроиться друг на друга чтобы она у меня начала вышиваться пошустрей следующий дизайн держу в руках обложку потому что очень бликует простите что так вот как-то получается ракурс это кастом крафт в моем дворике я уже вам наверное все уши прожужжала с этим набором как он мне нравится как я его хочу вышить вот вот так вот я пока на вышивала то что есть сегодня полтора листа здесь всего вышито ну это вначале очень сложно фон посмотрите фон здесь будет вышиваться очень легко главное шишки преодолеть птицы будут вышиваться по веселее а фон это уже будет так идти отдыхалочка но процесс не очень сложный но он и нелегкий он кропотливый нужно время вот я неделю над ним работала прям вот усердно за неделю вышила вот только пол листа чуточку поменьше это конечно маленький прогресс за неделю сколько здесь около 3000 крестиков я считала если правильно помню это конечно маловато ну вот так она вышивается медленно потому что в каких-то местах идет часто смена нити вы видите сколько у меня ниток припарковано в общем ей нужно время ну и я буду в течение года потихонечку ее вышивать брать и получать удовольствие от этих супер классных зеленых ниток как мне нравится этот дизайн буду ее продвигать и я думаю что к концу года потихонечку она у меня вышьется вот такие работы нужно вышивать все-таки потихоньку и если их не вышивать то они не вышиваются но что я имею ввиду если вот ждать какого-то момента что буду вышивать только ее одну такого не получится если ее начать вышивать устаешь нужно менять поэтому она должна вышиваться потихонечку в течение года чтобы уже к концу 2021 года я могла сидеть перед камерой держать ее в руках и показывать эту работу смотрите я это все-таки вышила я это сделала надеюсь что так и получится есть у меня еще и вот такой дизайн это у нас фирма анкор новенький дизайн называется водный канал очень мне нравится этот сюжет просто помба вот такое начало у меня произошло в этом году дизайн очень сложный здесь много используется три четвертых креста вот вообще везде-везде но дизайн такой интересный столько здесь различных сюжетиков вот можно их выделить в отдельные даже сюжетики вот человек здесь ловит рыбку вот здесь ведет лошадку здесь такие уточки вот здесь парочка прогуливается там лошадка пасется вот там еще парочка на мосту домик такой интересный супер дизайн он не простой но я думаю что я смогу его вышить может быть не дошьется полностью весь в следующем году но я буду стараться кто знает все зависит от настроения есть и старт и поэтому работа в любом случае будет вышиваться еще один прекраснейший дизайн дизайн это зимние радости дизайн димуэншенс вышиваю это дизайн в совместном проекте моя зима то что у меня вышит она сегодня вы уже видели это прекрасные пара лошадок и сани с людьми очень красиво все получается просто сказка настроение что думаю по поводу этого дизайна надеюсь в декабре завершить вот эту часть оставшуюся часть листа схемы у меня схемы склеенные там по моему три листа и они склеены вот по низу мне нужно будет завершить нижнюю часть и останется верхняя часть которая конечно больше чем нижняя по высоте эту часть я разобью на январь и февраль но может на март у меня еще останутся отделочные стежки вот ну пусть до конца марта я планирую ее завершить это вот из тех моих процессов проектов которые вот они у меня такие горячие и с ними я буду работать работать конечно у меня большие планы на рождественские каникулы я надеюсь у нас все таки они случатся и я смогу вот несколько дней просто уйти в крестики и хорошо попродвигать мои работы так а это не вышивка это ленты чари намыть вот такие вот прекрасные розы у меня здесь вышиваются лентами то что есть на сегодня перед вами ну и конечно же вы видите что объем работы здесь предстоит сделать еще очень-очень большой что думаю думаю что обязательно тоже в следующем году обязательно вышлю эту работу мне почему-то хочется сказать что вот будут рождественские каникулы и я тоже я хочу повышевать как будто это будут бесконечные рождественские каникулы но не знаю найдется время настроение и я думаю что я возьмусь и потихонечку выполню эту работу давно мечтала попробовать выполнить вот такие красивые большие объемные розы лентами набор интересный дизайн объемный небольшой поэтому нужно находить время и конечно же выполнять эту красоту и еще один дизайн который я планирую все-таки до вышивать это золотое руно на охоте тоже давно у меня в процессе в этом году мне удалось немножко продвинуть этот дизайн почти дошить до половины но надеюсь в следующем году я возьмусь полностью завершу но я буду ставить себе в план и контролировать этот процесс поэтому я надеюсь что все-таки у меня все получится красивая работа пока здесь конечно вышита только трава птичка одна видна немножко нет картинки но как вы видите все-таки хоть какие-то продвижения в этом году мне удалось сделать по этой работе в следующем году я уже конечно возьмусь и буду хорошо-хорошо продвигать данный процесс и так я показала вам все мои планы в новых наборах и в начатых процессах конечно все-все планы мои не смогут выполниться за год но по крайней мере я буду стараться вышивать и то что уже начато и буду стараться вышивать продвигать работы которые вот я здесь определила пусть они не полностью вышиваться вышиваться наполовину это тоже для меня будет большой результат и значит что они вышиваться пусть не 2021 но в 22 все равно будут вышиваться вышивку я люблю и я рада что мы с вами за столько лет не перегорели к нашему хобби продолжаем вышивать делиться нашими нашими успехами большое вам спасибо за поддержку за ваши лайки за комментарии увидимся с вами в новом видео до новых встреч всем пока пока до новых встреч